МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер выпуска новостей – натуральные снеки Эст-Бали Кешью. Это новости на восьмом, а значит, ближайшие полчаса все о главных событиях жизни Владивостока. С вами Юлия Рокотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Светила российской и зарубежной медицины собрались во Владивостоке. В городе проходит Тихоокеанский медицинский конгресс. Вам предстоит обсудить целый ряд вопросов, связанных с повышением социального статуса медицинских работников. Новый яркий арт-объект украсил Владивосток. Одну из подпорных стен расписали известные художники Дальнего Востока. Общая концепция ясна. Да, я думаю, да, у нас есть морячок, который отдыхает и вспоминает, думает о чем-то своем. Также в выпуске северокорейских рыбаков конвоируют в находку после нападения на приморских пограничников. И еще расскажем, сорочинская ярмарка в девятый раз пройдет во Владивостоке. Она состоится на спортивной набережной 22 сентября. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Четверо пограничников, пострадавших при задержании браконьеров из Северной Кореи, доставлены в больницу. Двое прооперированы. Состояние стабильное, сообщили в Следственном комитете. Напомню, 17 сентября в Японском море, исключительно экономической зоне России, в ходе охраны морских биоресурсов Российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны и более 80 граждан КНДР, которые вели незаконный промысел. ФСБ сообщили, что экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на членов группы пограничного корабля. Пострадали четверо военнослужащих. Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. После инцидента в Японском море российские пограничники задержали две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 160 граждан КНДР. Сейчас северокорейские суда конвоируют к месту осмотра и производству следственных действий. Ожидается, что конвой прибудет в порт находка 20 сентября. В Барнауле задержан уроженец Владивостока, подозреваемый в серии мошенничеств на 15 миллионов рублей. Мужчина представлялся онлайн-брокером. В полицию, как пострадавший, обратился житель Владивостока. Мужчина сообщил, что неизвестный путем обмана похитил у него 800 тысяч рублей. Потерпевший рассказал, что одолжил деньги знакомому брокеру, который занимался торговлей на платформе онлайн-рынка и гарантировал высокую прибыль. Но через некоторое время приятель перестал выходить на связь, а своих обязательств так и не выполнил. С аналогичными заявлениями в полицию обратились еще пятеро граждан. Было возбуждено уголовное дело. В связи с тем, что подозреваемый скрылся, он был объявлен в федеральный розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники госавтоинспекции задержали 36-летнего уроженца Владивостока в городе Барнаул. Мужчина доставлен в дальневосточную столицу. В отделе полиции он дал признательные показания и заключен под стражу. Есть основания полагать, что от действий фигуранта уголовного дела пострадало большее число граждан. Сейчас устанавливается круг потерпевших от противоправной деятельности подозреваемого и общая сумма причиненного им ущерба. Расследование продолжается. В Приморье после паводка сменили главу Департамента гражданской защиты, исполняющий обязанности директора Департамента гражданской защиты края Евгений Малышев, снят с должности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Краевой администрации. Малышев остается на должности ведущего консультанта в Департаменте. Исполнять обязанности директора будет Ирина Чуб. Причины кадрового решения не называются. За последние два месяца Приморье накрыли четыре тайфуна. Они принесли свыше трех месячных норм осадков. Десятки населенных пунктов подтопило. Более 12 тысяч человек попали в зону паводка. Пострадало 14,5 тысяч гектаров посевов. В регионе действует режим ЧАЭС. Сейчас вода сошла. Проезд восстановлен во все населенные пункты. Хотите работать дальше? Сделайте так, чтобы люди увидели положительный результат. Глава региона потребовал организовать эффективную работу по ремонту дорог в ночное время. Встреча с руководителями подрядных компаний прошла накануне в администрации края. Олег Кожемяка подчеркнул, что главная задача дорожников, оставшейся до наступления холодов недели, развернуть ремонт в полном объеме. При этом неудобства жителей должны быть минимальными. По ночам должно выставляться максимальное количество техники и людей. Особое внимание нужно обратить на качество ремонта. Именно по этому критерию в дальнейшем определят, будет подрядчик дальше работать в регионе или нет. Могу сказать, что мы только-только начинаем работать ночной сменой. В август месяц мы пропустили по природным условиям. Там было всего 6 рабочих дней, с учетом того, что еще должны были подсохнуть асфальт, мы его убираем. Но это не значит и не говорит о том, что мы не должны выполнить следующие задачи. Поэтому, если я нахожу время и руководители находиться вечером там, где у вас работают люди, то почему бы вы не находите время, кроме некоторых участников, которых я на трассе видел, находиться там? Вы уж потрудитесь, пожалуйста, так, чтобы вашу работу видели жители города. Я думаю, что да, действительно, есть в Приморском крае дорожники, которые дорожат своей работой, дорожат мнением горожан. И безусловно делают так, чтобы им не было стыдно за свою работу. Поэтому, кто в этой системе не желает работать, это ваше дело, добровольное. Но скажите, я не хочу в такой системе работать. Более 4 тысяч врачей съехались во Владивосток для участия в Тихоокеанском медицинском конгрессе. Это представители российского и зарубежного медсообщества, профессора, ученые, практикующие врачи, специалисты в области клинической фармакологии, деятели науки и студенты. На повестке доступность медицинских услуг, лекарственного обеспечения, подготовка кадров, демография, внедрение передовых технологий. Подробнее расскажет Светлана Садовая. Более 4 тысяч врачей со всего мира собрались в эти дни во Владивостоке. Российские и зарубежные специалисты из различных сфер медицины обсуждают современные тенденции и обмениваются профессиональным опытом. Торжественное открытие конгресса состоялось 18 сентября в Большом зале администрации Приморского края при полном аншлаге. В этом году на площадках конгресса в течение двух недель будет проходить более 70 мероприятий. Лекции, круглых столов, проблемных лекций, симпозиумов, мастер-классов по направлениям, значимым направлениям практического здравоохранения. Зарегистрировались для принятия участия доктора со всего Дальневосточного региона и общее число более 4 тысяч. Сегодня Приморский край снова становится площадкой, на которой собираются лучшие специалисты страны в области здравоохранения, отметил в своем выступлении губернатор края Олег Кожемяка. Вам предстоит обсудить целый ряд вопросов, связанных с повышением социального статуса медицинских работников, совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров, обеспечение доступности медицинской помощи. Большое внимание в ходе форума будет уделено улучшению демографической ситуации и продвижению ценностей здорового образа жизни. Это те направления, которые обозначены в национальном проекте здравоохранения. Совместно с Министерством здравоохранения, Министерством по развитию Дальнего Востока, нами был разработан комплекс мер по нормализации ситуации в этой сфере. И благодаря реализации национального проекта здравоохранения мы смогли переосносить 23 лечебных учреждения новым медицинским оборудованием, произвели капитальный ремонт сразу в 41 учреждении, что сделало их привлекательными для молодых специалистов. За несколько дней до начала конгресса на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета и на площадках ведущих медицинских учреждений начали принимать участие в обучающих семинарах ведущие российские и зарубежные кардиологи, хирурги, анестезиологи, реаниматологи, психиатры, неонатологи, специалисты в области уникальных репродуктивных и клеточных технологий, фармакологи и другие специалисты. В рамках Тихоокеанского медицинского конгресса пройдут более 70 мероприятий, в том числе лекции, круглых столов, симпозиумов и мастер-классов по значимым направлениям практического здравоохранения. А тем временем Дальневосточный федеральный университет принимал Нобелевского лауреата в области медицины и физиологии сэра Ричарда Тимоти Ханта и члена Лондонского королевского общества, профессора школы биологических наук Эдинбургского университета Билла Эрншоу. Светила медицины прибыли в ДВФУ для участия в Международной научной конференции «Будущее биомедицины-2019». «Мне трудно сказать что-либо определенное про будущее биомедицины. Доктора спасли мне жизнь с помощью этой медицины. Это вопрос жизни и смерти. Я принимаю вот эти лекарства, и сегодня это единственное, что стоит между мной и смертью». Сегодня ДВФУ реализует совместный с Эдинбургским университетом проект, который позволил молодым исследователям ДВФУ поработать под началом ученых мирового уровня. В 2016 году в Эдинбург на два месяца отправились пять студентов школы биомедицины и школы естественных наук. Их исследовательские проекты были связаны с изучением структуры разных белков, ядерной мембраны, молекулярных механизмов и эпигенетики онкологических заболеваний. «Не каждый день можно увидеть человека, который является лауреатом Нобелевской премии, лично поговорить с ним, задать вопросы и послушать его настоящую живую презентацию. Это очень здорово, это невероятный опыт, это очень классно». На конференции «Будущее биомедицины» ученые России и зарубежных стран обсуждают последние достижения современной молекулярной медицины, исследования в области генетики и эпигенетики, структуры и функций хромосом, биологически активных соединений, метаболитов и биополимеров. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. Приморская медицина тем временем терпит фиаско в цифровом формате. Программа информатизации здравоохранения в Приморье, можно сказать, провалена. Так, электронные медкарты пациентов заведены только в 30% учреждений здравоохранения региона. Ряд больниц вообще не имеет доступа к медицинским базам и почти повсеместный износ соответствующей техники составляет от 70 до 100%. Напомню, электронные медкарты должны были появиться еще в 2012 году. При этом в бюджете края на информатизацию учреждений здравоохранения в общей сложности за три последнего года было выделено 357 миллионов рублей. Из 34 показателей стратегического проекта информатизации в 2017 году выполнено 16, а в 2018 году только 13. По сей день в Приморье не достигнута стопроцентная возможность дистанционной записи на прием к врачу. Приморские парламентарии видят причины проблемы в том, что в информационной системе используются 11 программ от разных производителей, плохо взаимодействующих друг с другом, а также в отсутствии профильных специалистов у соответствующих департаментов. Решение проблемы предложено в лучших традициях бюрократиады и прозазидавшихся Маяковского. По мнению депутатов, в администрации нужно создать единый координационный центр по информатизации. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Новый арт-объект появился в Приморской столице. Известные художники расписали подпорную стену. Фестиваль «Владивостокская крепость» состоится в эти выходные. Жители ждут исторические реконструкции, фолк-концерт, ярмарка и многое другое. А на спортивной набережной пройдет Сорочинская ярмарка. Она развернется в воскресенье. Партнер выпуска новостей – натуральные снеки «Эст Бали Кешью». В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки – орехи кешью, гранолу и попкорн. Орешки кешью обладают непревзойденным качеством и свежестью. Обережно собранные тропические ингредиенты – кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль – идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки. Спрашивайте «Эст Бали Кешьюс» во всех супермаркетах города. Сегодня с вами Юлия Ракотская и мы продолжаем. Новый арт-объект появился в Приморской столице. Известные художники расписали подпорную стену. Фестиваль «Владивостокская крепость» состоится в эти выходные. Жители ждут исторические реконструкции, фолк-концерт, ярмарка и многое другое. А на спортивной набережной пройдет Сорочинская ярмарка. Она развернется в воскресенье. Русалки, котик и конструктор «Лего» – новый уличный арт-объект появился в Приморской столице. Художники из Владивостока, Благовещенска, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского преображают подпорную стену у Феско-Холл. Подробнее расскажет Дмитрий Беломеснов. Вместо обшарпанной подпорной стены – яркий арт-объект. Владивосток рад простому ремонту стен. А когда за дело берутся оформители, и вдруг из ничего возникает целая живописная история в морском стиле – все в восторге. Известные уличные художники Дальнего Востока съехались в столицу Приморья, чтобы подарить свое творчество горожанам и туристам. Раньше здесь были изображены портреты Майкла Джексона, Элвиса Пресли, Луи Амстронга и других легендарных музыкантов. Однако со временем краска облезла, и сама стена стала выглядеть непрезентабельно. Поэтому художникам дали добро, чтобы преобразить общественное пространство. Каждый художник воплощает свой замысел. В творчестве их не ограничивали, и молодые люди смогли дать волю самовыражению. У каждой из картин своя история, однако рассматривать их как разобщенные не стоит. В итоговом варианте все работы должны стать и единым целым. Общая концепция ясна, я думаю, да, у нас есть морячок, который отдыхает и вспоминает, думает о чем-то своем. Именно этот моряк – главный герой арт-объекта. Рядом с ним русал протягивает ракушку, лежащей на камне русалки, словно делая девушке предложение. Ну и такая некая романтическая картина получается. Ну, я немножко прорисую сейчас, получается, ракушку, и она будет более красивее и живописнее будет. А я по большей части люблю просто какие-то такие живописные, милые рисунки, какие-то картины. Вот. И, ну, я вот решил какую-то более-менее такую тематику общеизвестную взять, вот именно с морем связано там. Все остальные работы – это сны моряка, порой странные, а иногда яркие. Здесь и темнокожая русалка Ариэль, и череп со слизнем в стиле пиратов Карибского моря. Жизнь у моря накладывает отпечаток и на сновидения. Первый образ, который приходит персонажу – водолаз и мирно плавающая рядом с ним акула. Далее показана работа вулканолога и следующего недра вулкана в огнеупорном серебристом костюме. Не обошлось и без домашних питомцев. Один из художников решил нарисовать на подпорной стене своего кота. А здесь показана простая житейская ситуация – разбросанный по полу конструктор, который оказывается под ногой. Последней картиной стала девушка с осколком зеркала. Эта фраза пока не дописана. Художники предлагают жителям города самим выразить, что для них значит Владивосток. Вариантов много, но авторы сошлись на одной фразе – Владивосток – город, который мы любим. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Исторические реконструкции, фолк-концерт, ярмарка, выставка, оружие и фаер-шоу. Фестиваль «Владивостокская крепость» состоится в эти выходные 21 и 22 сентября. Открытие мероприятия 21 числа в 13 часов. Вход свободный. Фестиваль пройдет в районе форта номер 7 на улице Лесной 45. Здесь развернется лагерь исторической реконструкции, где состоятся индивидуальные поединки и массовые сражения. Будут работать разные локальные площадки, среди которых варяжский лагерь, лучно-арбалетный тир, советский лагерь времен Великой Отечественной войны и другие. Всех желающих приглашают окунуться в мир истории, используя провести выходные. А на спортивной набережной 22 сентября развернется Сорочинская ярмарка. Она пройдет уже в девятый раз и станет заключительным аккордом Дней украинской культуры в Приморской столице. Гостей ждут выставки вернисажа народных промыслов, разные мастер-классы, а также праздничный концерт. На Сорочинской ярмарке зрители увидят коллекции традиционной одежды народов, проживающих в Приморье. Каждый желающий также сможет стать участником театрализованного парада славянской национальной одежды, вытащив из бабушкиных сундуков вышитые сорочки, пестрые юбки и пояса. Кроме того, мастера декоративно-прикладного творчества поделятся секретами народных ремесел, научат разнообразным техникам. Провести время с пользой, культурно обогатиться и пополнить багаж собственных знаний можно и на других мероприятиях Владивостока. Ближайшие выходные порадуют разнообразием площадок и направлений на любой вкус. А сделать выбор поможет моя коллега Катерина Матвеева в традиционной рубрике «Афиша». Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева и сейчас все о самых интересных событиях на ближайшие дни. Фестиваль архитектуры, дизайна и искусства «Владивосток Дизайн Вик» состоится на набережной Цесаревича. В течение трех дней гостей ждет насыщенная программа. Интерьерная выставка, световая инсталляция, экспозиция мебели, предметов декора и многое другое. Также для посетителей проведут бесплатную консультацию по грамотным планировочным решениям в домах и квартирах. Начало в 10.00, вход свободный. В рамках 17-го международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» на сцене Академического театра имени Максима Горького поставят комедию по пьесе «Норма Фостера. Идеальный свидетель». Пьеса о страсти, любви и верности, о том, что счастье нельзя запланировать. В ролях звезды российского театра и кино Андрей Ильин, Юлия Такшина, Павел Баршак. Начало в 18.30, цена билетов от 800 до 3000 рублей. Традиционный ежегодный экстрим-фестиваль «Мосты» пройдет на набережной спортивной гавани. Помимо соревнований в спортивных дисциплинах, фестиваль включает в себя создание арт-объекта и совместную граффити-работу дальневосточных художников. Вход свободный. Горожан приглашают на акцию по очистке побережья «Мысо Песчаный». Место пользуется большой популярностью отдыхающих, но лишь малая часть людей увозит свой мусор с собой. Ежегодно в сентябре проводится акция по очистке побережья. И за три года заметен прогресс. Мусора становится меньше. Сбор указ паромной переправы 8.00. Отправление теплохода «Посад» в 8.30. Школа верховой езды в парке Минного городка проводит зрелищные соревнования по конному спорту. Всадники со всего Приморского края, а также гости турнира из Хабаровского края поборются за право обладания автомобилем. Участники соревнований также смогут получить звание кандидата в мастера спорта на маршруте уровня Гран-при высотой 140 см. Начало в 10.00. Вход свободный. Дрифт-шоу «РДС без границ» пройдет на Приморском кольце. Одиночные заезды, дрифт-парковка, дрифт-атак, парные заезды, соревнования троек. За один день состоится сразу пять дрифт-турниров, в каждом из которых будет свой победитель. Начало в 11.00. Стоимость билетов от 1000 до 3000 рублей. Спортивно-массовое мероприятие «Спорт у моря» состоится на Центральной площади Владивостока. Массовая зарядка, флеш-моб и мастер-классы от спортивных федераций Приморского края. После международного турнира на площади выступит артист популярного лейбла Black Star Дони. Начало в 10.00. Вход на все события бесплатный. Концертная программа «Разрешите представить мадам Галецкая» пройдет в Приморской краевой филармонии. Данный проект состоит из девяти тематических программ. Каждая программа – это музыкальное путешествие в прошлое Владивостока. Начинается экскурсия в фойе филармонии, и далее группа проходит по зданию, делая остановки в определенных местах. Каждая из остановок сопровождается увлекательными рассказами о музыкальной культуре Владивостока конца 19-го – начала 20-го века. Начало в 12.00. Стоимость билетов – 300 рублей. Всех, кто любит исследовать, конструировать и с пользой применять гаджеты, приглашают на мастер-классы проекта «Юный ученый». Помимо опытов и экспериментов, увлекательных командных заданий, участников ждет сборка моделей из немецкого конструктора, благодаря чему они на практике узнают, как за счет альтернативных источников энергии реализовать свои цели без ущерба для планеты. Начало в 11.00. Вход свободный. На этом у меня все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках города. К слову, синоптики обещают приморцам более-менее приличную погоду на выходных. В субботу, 21 сентября, по нашей территории может пройти атмосферный фронт, но значительного ухудшения погоды он не вызовет. Ночь на субботу преимущественно не будет холодной. На южном побережье до плюс 15, а днем – до плюс 20. В воскресенье фронты покинут территорию края. Из Китая на Приморье распространится антициклон. Будет спокойная, без осадков погода. Ночью при ясном небе станет тепло. Прохладнее на 2-4 градуса. Максимальные значения температуры останутся на уровне субботы. Во Владивостоке выходные дни ожидаются со свежим ветром и преимущественно без осадков. День субботы умеренно теплый. Максимальная температура – плюс 17, плюс 20. В воскресенье ясно. Температурный фон ниже на 1-3 градуса. И далее к новостям спорта. Первенство Приморье по теннису проходит во Владивостоке. Корты на Тополиной аллее собрали около 80 юных спортсменов. Для участников этот турнир на открытом воздухе станет одним из последних в этом сезоне. После чего мастера ракетки уйдут в крытые площадки. Подробности расскажет Максим Яковлев. На улице холодает, а значит скоро завершится сезон тенниса на открытых площадках. Поймать последние теплые деньки успели на первенстве Приморья. Эти массовые соревнования традиционно принимают корты на Тополиной аллее. В этот раз грунтовые площадки собрали юных спортсменов со всех уголков Дальнего Востока. Около 80 участников. Возраст у нас есть маленькие дети, 9-10 лет. И основные участники – это до 13 лет девочки и мальчики. И до 17 лет юноши и девушки. Ребята, как и всегда, собрались опытные. Несмотря на маленький возраст, спортсмены уже имеют в своих копилках весомые награды и большой перечень турниров, где они успели засветиться. Некоторые юнцы даже умудряются накапливать рейтинг российского теннисного тура и попадать в топы по всей стране. Начал я заниматься с 6 лет. Я решил пойти в этот спорт вместе с родителями. То есть они мне предложили. Я два раза участвовал на чемпионате России. И один раз мне только удалось выиграть 22-го в рейтинге России. Интерес к теннису у приморской молодежи стабильный. Особые всплески популярности можно заметить после крупных мировых турниров и Олимпийских игр. И вот в такие периоды, увы, всплывает давняя, извечная проблема местного тенниса. У нас раз, два, четыре, пять кортов на весь город. Они просто загружены выше головы. Если летом мы еще можем играть на открытом воздухе, но опять эта погода, то зимний период – просто катастрофа. Тем не менее, каждый год у местных спортсменов получается довольно насыщенным и разнообразным. В конце сентября теннисистов ждет еще один городской турнир на открытых кортах. А уже следующие выездные соревнования – Кубок губернатора Хабаровского края – пройдут в крытых площадках и ознаменуют начало зимнего сезона. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Представители российского и зарубежного медицинского сообщества собрались во Владивостоке. В городе проходит Тихоокеанский медицинский конгресс. Северокорейских рыбаков конвоируют в находку после нападения на приморских пограничников. Возбуждено уголовное дело. Новый яркий арт-объект украсил Владивосток. Одну из подпорных стен расписали известные уличные художники Дальнего Востока. Сорочинская ярмарка пройдет в девятый раз в Приморской столице. Она состоится на спортивной набережной. Фестиваль «Владивостокская крепость» пройдет в эти выходные. Жители ждут исторические реконструкции, фолк-концерт, ярмарка и многое другое. Мастера ракетки проводят заключительные соревнования в этом сезоне на свежем воздухе. Первенство Приморья по теннису проходит во Владивостоке. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях. Или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию, самые интересные события. Оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток.